Приветствую вас! Это может означать, что девушка себя не любит, не принимает до конца, стесняется, боится, боится разочаровать, боится думать о себе хуже, вот. Вполне возможно, что у нее есть определенные комплексы, которыми она страдает, которые ее мучают, вот. И, соответственно, это все мешает ей общаться с вами, как вы говорите, устно. Есть такие люди, да, это не только девушки, это вообще люди, которые, ну, просто вот они не могут общаться с кем-то, да, скажем, голосом, например. Ну, не могут, вот. Они боятся голоса, боятся живого общения очень-очень сильно. Ну, вот. То есть это, к сожалению, это вот есть у них, у таких людей есть вот такой пунктик, пунктик. И с этим вряд ли что-то можно поделать, вряд ли это можно как-то поменять, да. То есть вы человека либо принимаете таким, каким он есть, да, либо нет, либо не принимаете. Вот. То есть у нее есть свои проблемы, и если бы вы были вместе, да, если бы вы были с ней, рядом, если бы вы были рядом, то, возможно, вы смогли бы ей помочь, возможно, вы смогли бы ее раскрыть, смогли бы избавить ее от комплексов, которые у нее есть. Но поскольку так получилось, что вы живете в разных областях, да, вот, то, соответственно, раскрыть вам ее вормозности нет. Вот. И здесь вариант только один, это взаимодействовать с ней и надеяться на то, что со временем, со временем, она поменяется в свою позицию и как-то вот по отношению к вам, да, например, будет больше раскрываться. Но этого точно не произойдет, если вы будете на нее давить. Значит, вот то, что не произойдет, если вы будете от нее чего-то требовать, того, что она не может или не хочет давать. Вот. Это просто вот то, что вам нужно постараться для себя понять, принять этот момент. Вот. Как бы тяжело вам это не было, да, а то я понимаю, что это в данном случае неприятно, но что поделать. Дальше. Пару лет назад общались хорошо в письме, но лучше не хотела. Ну и, соответственно, вы как к человеку относитесь? Вот вы общаетесь с девушкой, чтобы что? Вы общаетесь с девушкой для чего? То есть вы хотите с ней отношений? Или вы хотите просто общаться с ней? Если вы хотите отношений, то ультиматум выглядит, ну, несколько странно, потому что... Ультиматум это давление, это эгоистичность по отношению к человеку. Вот. Любой ультиматум. Да? И по какой причине вы считаете, что можете ставить ультиматум ей? Вот. То есть вот, по какой причине, для чего вы ей поставили ультиматум? Вот. Именно вы. То, что она, там, да, тут у нее, там, есть какие-то проблемы, сложности и так далее, это... Это ладно. Вы ультиматум ей поставили вообще. Вот. Понимаете? Какая история. Вот это то, что вам нужно для себя разобрать. Потому что дело не в ней, а дело, скорее, в вас. Как вы реагируете на это. Или вы считаете, что ультиматумами можно чего-то добиться. Вот. То есть поймите правильно. Опять же, да, поймите правильно. Я вас не обвиняю, не хочу вас обвинять, не преследую вас обвинять. Просто говорю о том, что отдают себе отчет в том, что у вас есть определенные, ну, цели. То есть отдают себя отчет в том, что вы чего-то хотите для себя. Вот. Ну, вы реализуйте, да, то, что хотите без вреда для человека. Вот. Чтобы это не было в ущерб. Как бы. Да? Понимаете, о чем мне тратить? Понимаете, что я имею в виду? Чтобы это не было именно в ущерб, например, ей. Например, вам. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. Вот. Это будет правильно. Я понимаю ваше желание. Я понимаю, я понимаю, прекрасно понимаю, что, может быть, вам она нравится, что вы хотите быть с ней и так далее. Это хорошо, но нужно это делать аккуратно, чтобы не было вот такого, чтобы не было вот такого, что вы там ставите ультиматум и так далее. Дальше, я сделал не к ультиматуму, добродолженно общаться только устно. Встретиться без общения устно не могу, так как в другой области. Общаетесь тогда зачем, если встретиться не можете. И даже сейчас она отказывается общаться устно. То есть вы пишите, встретиться без общения устно не могу, так как в другой области. А, то есть вы имеете ввиду, что вам для того, чтобы с ней встретиться, нужно пообщаться. Я понял. Я понял. И вы, значит, как бы вынуждаете, да, её пообщаться с вами, потому что вы хотите встретиться. Ну, во-первых, здесь надо сказать, что вы как-то вот на неё перекладываете ответственность за себя, да. То есть вы не хотите рискнуть, не хотите, не желаете рискнуть. Или, может быть, боитесь рисковать, я не знаю. Вот. Вы перекладываете ответственность на неё за это. То есть вы приехать не можете вслепую, вот. Вы поймите правильно, я вас опять же не обвиняю сейчас, да, я не говорю, что вы должны ехать вслепую, нет. Я просто говорю, что вы не представляете для себя возможным ехать вслепую, да, к ней. И поэтому вы вынуждаете её, значит, с вами поговорить. Из-за этого. Не кажется ли вам это в некоторой степени мыслями о себе? То есть, грубо говоря, эгоизмом. То есть вы о ком в этот момент думаете, о себе или о ней? Знаете, какая история? Знаете, какая история? Если... Если вы думаете о себе в этот момент, то в таком случае я бы рекомендовал вам подумать о том, чего хотите, хотите вы. И на эту тему обратить внимание. Потому что, ну, это важно. Это очень важно. Если вы думаете о ней и, ну, может быть, может быть, считаете, что действуете, например, ей во благо. Ну, тут, 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 тут вы, к сожалению, берёте на себя слишком много. Я бы сказал. Вот. Понимаете? Такая вот история. В любом случае, это переложение ответственности. В данном случае. Вот. В любом случае. Как бы это было не неприятно. Для вас. Дальше. Так. Я хочу встретиться и общаться. Ну, так встретиться и общаться. Едите и рискните. Ага. Да, это может быть, ну, как бы, это риск. Да. Я согласен с вами, что это риск. Ну, а тут только через риск можно стать счастливым. Вот. Если вы не готовы рискнуть, ну, вот, сейчас, то девушка, она обязательно это почувствует, что вы не готовы рисковать. Ради неё. Но. И... Аどうだんだь она будет отдаляться? Ещё больше? Вам это нужно? Мне кажется, нет, если вы хотите встретиться с ней. Кстати-кстати, а для чего, вы хотите встретиться с ней? То есть, чтобы что, встретиться, вот вы хотите встретиться с ней, чтобы что, для чего, ваши цели конкретно, какие. Здесь. Это важно, на самом деле. Чтобы вы делали, чтобы вы делали это для неё, если делали, а не для себя. Знаете? А то, что вы можете сделать для себя, чтобы вы это делали, как бы, ну, независимо, независимо, понимаете? Вот. Вот это, пожалуй, важно. Понимаете? Пока что вы отношения выстраиваете по деструктивной позиции. Понимаете? Такая история. Это позиция, которая вам, ну, ничего хорошего не принесёт. Так, при этом ещё тогда давно она с неким общалась по скайпу. А здесь у вас ревность, я так предполагаю? Или что? То есть, почему вы говорите, что она там с кем-то общалась по скайпу? Ну, общалась и общалась, это... Как бы, её личное право, с кем ей общаться, разве нет? Или вы считаете по-другому? Вот. Понимаете, опять же, если вы ревнуете, если вы ревнуете, что проблема ревности, она ваша. Проблема ревности, ваша проблема ревности не её. Не девочки вашей. Понимаете? Как бы вам неприятно, как бы вам неприятно это не было. Понимаете? Вот. Но если вы ревнуете, если вы ревнуете, то это значит, что вы не уверены в себе. А с неуверенностью в себе вам уже можно и нужно что-то делать. Вот. И именно вам. Понимаете? То есть, задача это ваша. Опять же. Дальше. Мне говорит, что он не хочет портить впечатление о себе, а может, человек был хорошим. Ну вот. Она вполне, возможно, ценит вас больше, чем того, с кем общалась. Что, в общем, вполне мне кажется логичным. Вот. И поэтому она с ним общалась так как ей было плевать на него. В большей степени, чем на вас. Конечно, это предположение, но, тем не менее. В любом случае она общалась, вы этого не измените. И худшее, что вы можете сделать, это... начать сравнивать. 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 Себя. И... Другого человека. Вот. Понимаете? Это нужно для себя понимать. Ну вот, в принципе, то, что можно вам в этой ситуации сказать. А... Потому что... Многие вещи остаются за кадром, да? То есть, сколько вы знаете друг друга, как и ваши отношения. А... Почему вы считаете для себя возможным... А... Ставить ей ультиматумы, там, и так далее. Это... все, вот это вот, все нужно выяснять. Конечно же, если вы хотите, действительно, здоровых и качественных отношений... А... С ней. Вот. И... Соответственно, если вы задаете этот вопрос, эм... с целью, например, эм... подтвердить... эм... свою позицию, да? Например... Ну вот. Ну, свою позицию, например, там... По поводу нее, там... Допустим. И так далее. Вот. Эм... То я думаю... Я думаю, что ничего... Ничего как хорошего... Из этого не получится. Вот. И вы... эм... По сути... Дел... Так и останетесь на... Той же... Самой... Позиции, что и сейчас... Вы находитесь. Потому что, ну... Как бы... Девочка, она... Если... Чего-то не хочет, она делать этого не будет. И я думаю, что это, в принципе... Эм... Вполне нормально. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. А... Если у вас остались вопросы, вы можете задать на их личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч! Продолжение следует...